Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Незаживающая рана. В Анапе почтили память земляков, погибших в Чеченской войне. Краевая медицина с доставкой в регионы. Краснодарские врачи провели день здоровья для анапчан. Перетанцевали всех. Анапский ансамбль «Современник» взял 12 золотых наград на турнире по спортивным бальным танцам. В минувшее воскресенье исполнилось 22 года с момента начала Первой Чеченской войны. В этот день анапчане пришли почтить память погибших к вечному огню. 25 анапчан навсегда в строю. В сквере боевой славы – ветераны, курсанты, кадеты, представители власти. На почетных местах – матери павших воинов. И обращаясь сейчас к вам, матери, я хочу выразить свой низкий поклон от всех нас, ветеранов боевых действий, за ваших сыновей. В стремлении хоть чем-то помочь вам самое большее, порой, что мы можем сделать – это своим родившимся детям дать имена ваших детей, чтобы не прерывалась связь поколений. В Анапе, где начинаются Кавказские горы, есть улицы, названные именем гвардии майора Виктора Амелькова и майора ФСБ Вячеслава Евскина. Оба они, с разницей в два года, раненые до последнего прикрывали отход своих товарищей. В одном из писем Антошка написал, если бы нас здесь не было, они бы, эти нелюди, были бы уже у вас. И неизвестно, чем бы все это закончилось. И мой мальчик, так же, как и все наши ребятки, которые не знали слова «страшно», писали оттуда «страшно здесь», здесь очень страшно, но мы отсюда не уйдем. Рядовой Антон Доронин погиб в 2000 году, уже во время второй фазы конфликта. Глава города Сергей Сергеев призвал помнить тех, кто отдал свои жизни, кто участвовал в этой войне и чья жизнь разделилась на «до» и «после». Наша с вами задача – воспитать такое подрастающее поколение, которое бы точно так же любило свою родину и гордилось ей, и защищало ее, как наши предки и как те люди, которых мы сегодня вспоминаем. Чтите, несите память о тех и всегда склоняйте головы перед павшими. Благодарите матерей, воспитавших патриотов нашей России. Вечная им память, а мы должны их помнить, потому что пока мы их будем помнить, они будут жить в наших сердцах. Слава Отцу и Сыне, и Святому Духу Тиси, и Бог, суши и води, и луци окованных, разреши и бить. Участники митинга назвали конфликт на Северном Кавказе «незаживающей раной». Практически все, кто сегодня возлагает цветы, если не участвовали напрямую в тех событиях, то как минимум сопереживали. Два десятка лет по историческим меркам не срок осмысливать минувшее событие следующим поколением, по памяти, оставленной очевидцами. После митинга в сквере боевой славы его участники отправились в третий микрорайон, где прошлись по знаковым местам, хранящим память о героях-ханопчанах. Они возложили цветы к только что открывшемуся после реконструкции монументу «Три свечи». Реконструкцию которого работники ремстроя, сознавая значимость события, не задержали ни на один день. Цветы легли и к мемориальной доске на улице Героя России майора Виктора Мелькова, а также к бюсту Героя России майору ФСБ Вячеславу Евскину. Сегодня до 20 часов вечера продолжается всероссийский прием граждан. Итоги приема в Анапе мы подведем в завтрашнем выпуске новостей. В Анапе удалось занять в кружках и секциях практически всех трудных детей и подростков, потенциальных нарушителей правопорядка. Такие данные озвучили на специализированном семинаре, который провели представители городской администрации совместно с органами социальной защиты и опеки. Важным компонентом профилактики является дополнительная занятость подростков. По итогам 2016 года 98,8% школьников, состоящих на профилактическом учете, заняты в школьных спортивных секциях, спортивных клубах, кружках творческой и технической направленности, что на 16,3% больше, чем в 2015 году. Педагоги и социальные работники подчеркивают, что очень рассчитывают на помощь глав сельских округов, органов территориального общественного самоуправления и казачества. Практически все кризисные ситуации развиваются постепенно, а соседи и просто знакомые – первые, кто могут забить тревогу. Кроме того, важным элементом семейного благополучия является и материальная обеспеченность семьи. Далеко не все родители знают о своих правах на различные социальные выплаты. Задача – сориентировать такие семьи, помочь им в оформлении документов. Мы вот просто еще посчитали. Многодетная семья, имеющая, ну, как минимум, трех детей, дети, родившиеся после 1 января 2011 года, в течение года получают только по нашей линии до 144 тысяч. Это не виртуальные деньги в виде каких-то льгот, а это реальные деньги, которые по разным видам направления может получать семья. 7 февраля стартует 24-я выставка «Анапа. Самое яркое солнце России». И хоть до начала выставки еще более месяца, подготовка к ней уже идет полным ходом. Приглашение на мероприятие было отправлено более чем двум тысячам туристических фирм. 40 уже подтвердили свое участие. 24 года подряд мы собираем у себя на выставке представителей туристического бизнеса для того, чтобы они ознакомились с курортом «Анапой», с тем, что мы представляем. Кроме того, конечно, участниками выставки становится обязательно это предприятие сопутствующего бизнеса, это и общественное питание, это и сельхозпроизводители, поставляющие свою продукцию нашим санаторием, нашим здравницам. И все, что касается обеспечения деятельности гостиниц и сферы отдыха. Но особо, конечно, хочется видеть на нашей выставке участников это и новые гостиницы, потому что сегодня мы едем по городу и видим, насколько много и какие красивые санаторно-курортные объекты у нас возникают. И мы с удовольствием на это смотрим и мы представляем, как там хорошо, но, к сожалению, мы не видим представителей этих небольших отелей в рядах наших экспонентов, а им бы надо было что-то рассказать о себе. Во время выставки пройдет и традиционная научно-практическая медицинская конференция. Известно, что в ее работе примет участие президент Международного научного конгресса Всемирной федерации водолечения и климатолечения Умберто Салимене. Кроме того, в рамках деловой программы планируется обсудить механизмы взимания курортного сбора. Сегодня у нас ведутся переговоры с Министерством по туризму Краснодарского края для того, чтобы они провели круглый стол как раз о курортном сборе, потому что до сих пор все не очень понимают назначение, механизм этого курортного сбора, поэтому я думаю, что это будет очень-очень своевременно и очень правильно. По словам Екатерины Анатольевны, эта выставка должна стать для предприятий санаторно-курортного комплекса стартом подготовки к следующему курортному сезону. Попасть на прием к краевым специалистам, не выезжая из Анапы, смогли все желающие жители курорта в рамках медицинской профилактической акции «5 миллионов здоровых сердец». Краевой кардиодесант высадился в Анапе в минувшую субботу. За пять часов на приеме у краснодарских врачей побывали более тысяч анапчан. Краевой день здоровья проходил на базе городской поликлиники, что очень удобно как для пациентов, так и для врачей. Сдать недостающие анализы и пройти все необходимые дообследования можно было здесь же. Очень удобно, очень комфортно нашим пациентам сюда приехать. Здесь у нас размещены кабинеты с таким расчетом, чтобы если не хватает какого-то обследования, они могли сразу дообследоваться в этот же день. Похожие дни здоровья в Анапе и районе проходят регулярно, в рамках которых городские специалисты проводят диагностику, выявляют заболевания на ранней стадии. Теперь же с уже имеющимися результатами пациенты получают заключение краевых врачей и, если необходимо, направление на госпитализацию в больницу Краснодара. Мы постарались приблизить максимально к людям медицинскую помощь специализированную. Если мы раньше говорили о первичной медицинской помощи, о выявлении, то сейчас мы говорим о лечении, о качественном лечении, о качественном обследовании, о лечении с участием краевых специалистов. Часть людей, которые сегодня пришли на консультацию, на осмотр, будут госпитализированы в походящем краевую больницу. Возможно, кому-то понадобится сделать хирургическую операцию на сердце или на сосуды. Кроме кардиоспециалистов прием ввели ревматолог, невролог, нефролог, уролог, сосудистый хирург, офтальмолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, терапевт. Также анапчане смогли сделать экспресс-анализ общего холестерина и глюкозы крови, ЭКГ, экспресс-оценку состояния сердца на кардиовизоре, рентгенографию и УЗИ. Ирина Мальцева пришла на прием к ревматологу. Она нуждается в специализированном лечении на базе краевой больницы. Вот я сейчас пришла, чтобы взять направление на определенные обследования, которые здесь у нас на уровне Анапы не делают. Это очень хорошо, я буду благодарна нашей медицине. Всего за день работы кардиодесанта обследования прошли больше тысячи человек. Около 50 анапчан получили направление для дальнейшего лечения в краевой клинической больнице номер один. В минувшие выходные в Анапе прошел традиционный турнир по спортивным бальным танцам «Надежда-2016». При поддержке администрации Анапы и содействии Союза танцевального спорта России этот конкурс проводится в нашем городе уже на 20-й раз. В нынешнем году в конкурсной программе приняли участие 700 человек. Анапу на турнире представила ансамбль спортивного бального танца «Современник». В рамках турнира были разыграны гран-при по массовому спорту и по спорту высших достижений. Основное направление, в котором соревновались юные танцоры – латиноамериканский танец. Нам приехали очень много пар из многих городов Краснодарского края, а также Ставрополя, Ростовской области. Поэтому мы рады приезти всех на нашей Анапской земле и хотим сказать, что эти турниры у нас не просто традиционные, это просто любовь наших участников к спортивным бальным танцам. По итогам турнира анапчане вошли в число абсолютных чемпионов. В трех возрастных категориях наши спортсмены завоевали 12 золотых наград, оставив позади всех конкурентов. Впереди у коллектива новые испытания. Уже 18 декабря «Современник» будет представлять Анапу на открытом российском турнире по танцевальному спорту «Бикарт-2016» в Абинске. И важная информация от Федеральной пожарной службы по Краснодарскому краю. В нашем городе действует группа лиц, представляющаяся работниками пожарной охраны или сотрудниками Госпоженадзора. При посещении организаций и предприятий они предлагают методическую литературу за определенную плату, мотивируя это тем, что скоро будут проводиться проверки, и этот пакет документов необходим для предоставления проверяющим. Руководство Анапского пожарно-спасательного гарнизона официально заявляет, что никакого отношения к этим лицам не имеет и просит анапчан быть бодительными. А я напоминаю, что наш генеральный партнер, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова